Сказать, что есть люди, да, которые каждый стрим смотрят, но опять же, одно дело смотреть, а другое дело знать вообще всё, то есть все матчи отслеживать абсолютно. Я не знаю, есть ли вообще такой человек, но наверняка кто-нибудь так пишет, что робо. Что, робо в игре или нет? Попечатать хотел, да попечатал уже. Да, передал Санте вашу благодарность, многие очень хвалили статью, многим понравилось, вот. Нет, робо, ну отлично. Так люди, которые не следят за доту, не будут ставки делать, вы ошибаетесь, это же бесплатно всё. Ну то есть там, ггшки выплатят. Просто одно дело следить, а другое дело адекватно воспринимать, что на самом деле и как. Не совсем это одно и то же. Ну то есть вот кто из вас знал сейчас, вот я так задам вопрос, к сожалению нельзя сделать опросы какого-то в чате. Кто из вас думал, что квантики, ой квантики, ПБ скорее всего обыграют Na'Vi? Я думаю, что больше 50% были уверены в успехе Na'Vi. Но, как бы они бы, как оказалось, они были неправы. Честно говоря, я ожидал от ПБ такого, но если бы выбирать на кого бы я поставил, я бы поставил всё равно на Na'Vi. Но я не верил, что они всё-таки в лузерах проиграют. Опять же, ну то есть здесь ещё, я смотрю все, практически все матчи, во всяком случае я в курсе результатов, и всё равно бы я поставил на Na'Vi. То есть видите как. А если там неделю не смотрел Доту, а если две, ну как бы по-разному же бывает. И так начинается, квантикам сразу банят Темпларку, это герой, которого против них нужно банить на 99%. Так, давайте включим запись. Без записи никуда. Банят Бруду, сами квантики. Как мы видели, что у Ауи очень сильная Бруда. Тоже хороший бан. Ну, против квантиков вообще, как говорил Дэнди, нужно банить Темпларку, Лишрака и Марфа, наверное. Но, как бы Марфа банить в первых трёх банах, вот банят сейчас Профита ПБ. Ну и ПБ знают, как квантики играют, как никто, это две американские команды. Да нет, нет. Ну, то, что он абсолютно непредсказуем, нельзя так говорить. Это предсказуем, но просто, как бы, мало народу всё-таки верило. Я не то, что верил, что по Сумботам не выигрывают, я не верил, что Нави проиграют. Мне казалось, они будут цепляться, и в принципе они цеплялись. И, ну, вот язык не повернётся, как в прошлой игре сказать, что там они дурачились. Повторяю эту фразу. Кстати, воды игры уже появились, поэтому те, кто пропустил, захват кривой. Что за лолк, как может быть захват кривой, когда у меня геймсурс? Я, конечно, сейчас гляну, что там захват. Нормальный захват. Ребят, у меня геймсурс, он захватывает окно. Он не может быть кривым. 10 секунд, остальные. Странно, у меня почему-то в плеере показывает 2600 вьюеров, а на Овнаде 1000 вьюеров. Интересно, кто же всё-таки прав? Наверное, всё-таки Овнад. 2600 у нас было на матче. Итак, после бана профита забанили Рубика, ответили Сиреной и Дарксиром Квантике. Ну что ж, первый пик. Ботом-ботом. Бест оф три, это у нас полуфинал вьюеров, второй полуфинал вьюеров. Фактически, тот, кто выигрывает... Сейчас я скажу правильно, как. Тот, кто выигрывает этот матч, гарантированно имеет 4000 долларов уже. Потому что он попадает в финал вьюеров, и как минимум третье место ему обеспечено. Ну и с финала вьюеров можно упасть в лузера, где проиграть одной команде, и ты третий. Но гарантированно 4000 баксов ты имеешь, поэтому матч очень важный. Уже вышли CLG, обыграв 2-0 инфьюзад. Как говорили, в первой игре они перепикали инфьюзадов, во второй было близко. Ну и вот так вот. Ликана отдали. ПБ забирает тут же этого Ликана. Причем отдали осознанно. Я не могу сказать, что Ликан на данный момент самый опасный герой в доте. Как бы не стоит ожидать от него такого, как раньше, что там все, Ликана отдают. Есть теперь Сирена. Причем Сирена-то в первой доте не игралась. Ее как раз пофиксили после того, как все начали играть в доту 2. Не пофиксили, а переделали немного. И в результате Сирена стала совершенно другим героем. Ну и уже, в принципе, у Ликана не такой уж большой винрейт. Итак, Ликан у нас имеет 2 звездочки в кэре. 2 звездочки как джанглер, 2 звездочки как пушер и одну как дюрейбл. Так как герой с параметром сил, он действительно, у него очень много хп, еще в ульте прибавляется. Ну не очень много, но много хп. Как пушер великолепный, не спорю. И джанглер он тоже неплохой. Да и в качестве кэре отличный. Я даже не знаю. Может быть, еще стоило ему поставить эскейп. Но я так понимаю, эскейп и дюрейбл, они не ставятся друг с другом. Потому что, если у тебя есть как бы и то, и то... Просто вы все понимаете, да? Ликан может убежать в ульте просто. Вот в чем его эскейп заключается. На третьем уровне у него маленькие кулдауны. Вот тяжело все-таки цеплять. Посмотрим, дабл пик от команды Квантик какой будет. Да, в Америке Дота тоже пошла. Отвечают Лешраком. Вот как раз не забанили против Квантиков Лешрака и Инвокером. Я вижу, не озвучил составы. Состав потом-ботом. Он обычный. Ну, то есть их обычный состав. Это Фоги, Тides of Time, Снэйкинг. Ну, вот этот вот парень, который меняет себе все время Ники. И Ауи. Я сейчас залезу, посмотрю, кто это на самом деле. Какой. У нас в репортаже был полный состав. Ну, я на всякий случай чекнул на Гусу Геймерсах. Чтобы знать хоть как его называть, потому что он меняет постоянно свой ник. Ну, вот написано, что это некто way to sexy. Канадец. Ну, пусть он будет у нас sexy. Пусть он будет sexy у него. Кошечка. Лешрак. Инвокер. Ну, Лешак, как я и говорил, Квантики, это один из их любимых героев. И Инвокер. Что я хотел сказать про Квантиков? У них в составе замена. И нету Бракса. Вот только я хотел сказать про то, что Инвокер, и мы, может быть, увидим Бракса, насложенный Инвокером. Но, к сожалению, Бракс сегодня не играет. И играет за место него Бульба из Evil Genius. Тоже игрок неплохой, но, тем не менее. Инвокера такого мы не увидим. И забирают Морфа третьим пиком. Как вы знаете, Морф это сильнейший герой, наверное, Квантиков. И Пайката. Ой, Пайката. И Корока. Один из лучших игроков на Морфе вообще в мире, и, пожалуй, лучший в Северной Америке. Квантик Корок. Поэтому Морфа стараются забирать очень и очень часто. Квантики. Вообще, когда даже Морф не был популярен так сильно, это выглядело хорошо. Теперь, когда Морф все больше и больше популярность обретает, и действительно видно, насколько он силен. Как видите, три звездочки в кэри, три звездочки в эскейп. Это действительно очень хорошо для кэри, когда его тяжело убить. Как мы видим, немножко различаются иконки эскейп и дюрейбл. Но Морф тоже на самом деле дюрейбл. Он много может урона получить, но все-таки он старается, как правило, убегать. Потому что из-за перекачки можно не рассчитать. Что и как. Также имеет звездочку инициатора. Одну. В общем-то, наверное, правильно. Ну и что важно, этот герой, конечно, главным параметром ловкости и является хорошим дэмэдж-дилером. Бан шадоу демона, бан чена. И еще по одному бану осталось сделать командам. Против Квантиков не банить Морфа это сильно. Ну, как бы забанили Темпларку. Темпларка у них жестче, чем Морф. Кто круче в Супер Лейте? Ликан или Морф? Наверное, Морф. Но опять же, тяжело сравнивать. Да, Ликан крут в пуше и быстро фармит. Ликан, сила-то его не в Супер Лейте. Сила в том, что он быстро фармит. Он быстро фармит, выходит, и ему там нужна медалька Владимир Сапог, чтобы уже начинать выносить. К тому же, сильные некрачи у него. Самые сильные некрачи. Как бы как это странно не звучало, но у него некрономикон сильнее, чем у остальных героев. Морф это все-таки немножко другая заточка у него. Он более мобильный, чем Ликан. Он чуть дольше фармит, но демедж-дилер, он, наверное, самый мощный, если говорить про урон. Почему? Потому что ловкачи вообще, они самые жесткие демедж-дилеры. В чем логика здесь? Да, последний бан Инча и бан Шадоу Шамана забирают Энигму. В чем логика? Итак, морфлинг. Ну, любой агильщик за каждую единицу ловкости получает один урон. Плюс единичку к урону. Более того, за каждую единицу ловкости он получает еще и прибавку к скорости атаки. Тем самым ДПС растет сильнее, чем у остальных героев. То есть, например, Ликан, он получает силу за силу урон, а за ловкость скорость атаки. Ему, как бы, приходится выбирать. Он, с другой стороны, он получается, как бы, более толстый с большим уроном. Но у морф гораздо более жесткий демедж-дилер. Более того, у морфа получается прибавка суммарная к ловкости пятерка, потому что 2 идет в силу, 3 идет в ловкость. Все морф в лейте перегоняет в ловкость абсолютно. У него хп достаточно. И там уже получается очень большой урон с максимальной практически скоростью атаки. Зато у Ликана есть лайфстил хороший, а морфу лайфстил часто не собирают. Вот так вот решили забрать Энигму Бэйна, Тинкера. Очень интересные герои. Бэйн у нас на 3 звездочки дизейблер. Ну, вот это действительно классный дизейблер, как и Шадоу Шаман. Забанили Шамана, ответили Бэйном. В общем-то, сходство есть. Неплохой нюкер и саппорт. Кристал Мейден, которую мы все реже видим, как вы видите, это герой, который имеет 3 звездочки на саппорте. Что очень-очень редко. Ну и последний герой это Лон Друид. И вот так вот решили играть через Друида и через Морфа против Ликана. Посмотрим, что будет. Морф минус 1 до замеса должен делать. Да, может, но все зависит от стадии игры. Ну да, вот именно, что вопрос как раз-таки не в том, что кто сильнее в битве в лоб-в-лоб, а в том, кто мобильнее. И Морфа очень тяжело убить. Грамотного Морфа убить практически невозможно. Потому что у него все время где-то сзади есть репликейт, в который он уходит. У него есть волна, перекачка и как бы что делать непонятно. Вот как раз для этой ситуации очень неплох Бэйн. Потому что Бэйн цепляет Морфа очень жестко. И как любого другого героя. Более того, там пробивает ВКБ. Ну, короче, опасный. С другой стороны, взяли Квантики Мишку. А Мишка это герой, который очень схож с Ликаном в плане пуша. Но тоже ему нужно чуть подфармить. Вообще похожие герои. Как бы волк, медведь. У Мишки есть Мишка, у Ликана волки. Но Ликан больше такой он... Больше дэмэдж дилер. То есть на раннем этапе у волков мало хп, но больше урона. И сам он такой под урон заточенный. Мишка все-таки больше такой толстячок. Ну, ему побольше нужна фарма. Но Мишка, конечно, сильнее тоже в Лейте Ликана. Поэтому здесь Лейт останется за командой Квантик Гейминг. Да, Майки, Матрим. Корок, Бульба и отдали... Пейнту Мишку. Кому-то отвечаешь, кинь ссылку, где пишут. Вот в комментариях на virtuspro.org в чате вы его можете найти, кликнув слева на стримы и выбрав стрим по доте. И на SK2TV, на главной, тоже отвечаю. Ну и чат Овнад тоже читаю. Конечно, великолепно то, что сделали чат на Овнаде. Очень-очень радует. Мишка будет куда сильнее в пуша. Но, опять же, такой сложный вопрос. Я уже много раз говорил, что Мишка один из сильнейших героев в плане такого пуша в лоб. Когда вот он нафармил Радик, вышел и все, идет в лоб прямо, не сворачивая никуда. И его поддерживают и ломает, грызет. Ну, кстати, ПБ что-то типа того против Нави сделали. Нави оборонялись, там пытались убить, а Мишка просто грыз бараки. Грыз бараки, грыз бараки. Поставишь статус по крипам. Отличное замечание. Да, у меня, как бы, это больное место пока что. Люблю, когда Мишка в пике. Когда будут пикать Зевса против Энигмы. А почему против Энигмы? В чем логика? Я не совсем понимаю. Пикать Зевса против Энигмы. Медведи зря пикнули. Да почему зря? Здесь такая ситуация, что и тут, и тут два керри. И два керри разных. С одной стороны Ликан Тинкер. С другой стороны Морф Мишка. Тем более, что мы совсем недавно такую же тему видели с Морфом с Мишкой. Это нормально. Это та ситуация, где вот пикать, скажем, Дроу Рейнджера и Антимага в один пик. Это фейл. А пикать Морфа и Мишку можно. Потому что герои совершенно разные. Направленные на разные ситуации. Посмотрите, какие хорошие нюкеры. Лишрак Кристал Мейден. Продавить будет тяжело в пуш или Кану. Ну, конечно, там Кристал Мейден, она слабая, когда ее уже все настигает Ликан. Ей тяжело. И волки грызут больно, и мувспид маленький. Но так вот для команды все выглядит очень неплохо. У Квантиков они могут отбиваться и инвокером, и Лишраком. И Мишка там чуть позже может помочь. Вначале этот Сэм Лишрак, конечно. Чуть позже инвокер, чуть позже Мишка. И Морф. Теперь поставил кучу ГГшек на Квантик. Но здесь я бы не был так уверен. Но я тоже как-то болею больше за Квантик. Не знаю почему. Вместе Медведя взяли бы лучше Беста. Да, тоже неплохая тема. Взять Беста против Ликана, это... Сильно. Ну вот, взяли Мишку. Ой, пауза, пауза, пауза. My bear hotkey isn't working. Опять после патча медвежьи клавиши не работают. Такое уже было один раз после патча, когда медведь поломался, его фиксили. Квантик, ну, вытим, если чё? Угу. Окей. Буду знать теперь. Ребята, которые 2-0 для Ави обыграли. И играют сейчас в полуфинале одной из крупнейших онлайн-лиг. Так, что у нас? Тайдс оф тайны, Энигми, Ауина, Ликане, Эликан. Такое ощущение, что Эликан не хочет идти лес, а хочет идти линию. В принципе, с Энигмой... Да, Эликан будет лесная, Эликан пойдёт линию. Лесная Энигма через Мекку, две ветки. Эликан будет на лайне, также закупил ману, сейчас пойдёт отрегенит её и вернётся. Немножко заслоупочил. Так, что у нас здесь? Трипла на сложность с Короком. Угу. Корок может. Корок может. На трипле... Да вообще Марфон стоит. Забавное стерео, да? Бейнт идёт в лёгкую. А в лёгкую он идёт против Секси на Бейне и Снэйкинга, которому платит нехило, видимо, Твич ТВ за рекламу. Ну или хило, не знаю. Бан на хосте. Энигма. Вот так вот в чужой лес уходит Энигма. Ну а ты не офигела ли? Энигма. Хотя вообще, кто и здесь что сделает? Нет, задержки нету здесь, потому что мы через Дота ТВ смотрим. Так, всё, я в игру возвращаюсь и никуда от неё не отключаюсь. Посмотрим, как Ликан будет стоять против такой достаточно опасной триплы, которая превратилась на некоторое время в даблу, только потому что Сенка вынуждена отходить к инвокеру, который стоит против... Да, против двоих, и причём Бейн и лесная Энигма. Вот это интересное решение от ПБ, они всё больше меня удивляют. Лесная Энигма в той ситуации, когда как раз контролировать её там абсолютно нечем, и это хорошее решение. Так, вызывает Идалончиков, но Идалончиков сейчас убьют. Чуть-чуть неправильно сделал. Хотя всё равно должен троллей убивать. Так, использует реген маны. Добейте тролля большого-то. Ой, хорошо, Идалончики размножились. Да, ПБ приятно удивляют. И так, посмотрите, мобильно действует. Раз, Бейн пришёл наверх уже к Тайду. Тайд на сложной против Мишки. Тайду нужна помощь. И Морф остаётся против Ликана. Нет, не остаётся, здесь ещё до сих пор стоит. Майки. Майки будет помогать. Сэм заходит в спину к Тинкеру. Но у Тинкера, посмотрите, какая опасная раскачка. То есть, это не машины. Это раскачка на как раз-таки убийство, на ганг. Ну и ждёт сейчас. Смотрим, стоит его здесь, не видно. Выходит. Ай, выходит плохо. Даёт нову. Ну, как бы это... Абсолютно. Спокойно переживает. Здесь уже Энигма. Очень агрессивные варды. Вот такие вот под вышку. А, Ликан себе сбил этот вард. Вы посмотрите, что делается. Да, ну или не Ликан себе сбил, но кто-то ему сбил. И теперь против Ликана будет чуть сложнее играть Лишраку. Они не так будут хорошо видеть, что там и почему. Да, Энигма в чужом лесу теряет некоторое время. Ну и начинает фармить вот так вот крипов. Напрягает просто морально Мишку. Лишрак у нас включил Диаболик. Начинает пушить. Понимает, что здесь... Ну, здесь вышки нужно забирать вне зависимости от Марфо, потому что Медведу нужен фарм. Сбивает, Малифаясь. Бэйн. Даёт сон. Куча идолонов подходит. Ой, как тяжело будет Пэйн. У Бэйн. Хорошо, здесь же ЦМ-ка помогает. Медведя. Блинкует обратно. В этом плане Мишка отлично контрит Бэйна, потому что может сбивать с себя сон. И сейчас это ему спасло жизнь. Вот эта вот шестёрка идолонов его бы растерзала. И классно оказался наверху Матрим. Ну, вот такие у нас очень интересные перестановки идут по линиям. Пришла ЦМ-очка наверх помочь. Энигма здесь вверху. То напрягает, то отходит. Идёт сейчас контролить руну. Заберёт инвиз. И не видит этот инвиз никто. Ох, Бульба, Бульба. Бульба могут быть определённые трудности. Он ещё и поднимает Тинкера, а Лазар очень вовремя ловит Тинкер. Точнее, не Тинкер. И инвокер, последний удар. Минус инвокер, ФБ. Какая игра от Фоджида, посмотрите. У него остаётся на один удар. Сделал всё инвокер грамотно. Он поднял ветра. Он дал колдснеп. И, казалось, уже убивал наверняка. Но после Лазара герой имеет стопроцентный мисс. С стопроцентным миссом. Естественно, он не попадает по вражескому герою. Не работает. Холдснеп, крипы там не дали ни одного удара. Да, в общем, получилось очень неприятно так. И Энигма нашла инвиз. Очень, кстати, грамотная игра. Вот такая тоже. Ох, и Тинкер уже приходит с бутылкой. Даёт лазер, ракеты. Минус пейнт. И за ЦМ-кой можно идти. У ЦМ-ки нету маны. Тайт танкует. Что творит Тинкер? Зачем он отступает? Хорошо. Хорошо. И Тайт сейчас тоже выживет. Ох, Тайт выживает. Всё это меняют квантики на вышку. ПБ ведут. ПБ ведут. И причём ведут очень уверенно пока что свою игру. Хорошее всё-таки решение было насчёт лесной Энигмы в чужом лесу. Очень много она там бед натворила. Фактически ФБ её, и потом ещё и Тинкер разобрался. А вот не выйди, не найди Энигма там инвиз, Тинкер бы умер. Умер бы Тинкер, он бы не взял хосту. Не взял бы хосту, не пришёл наверх. Вы видите, какая цепочка идёт? Ну, кстати, не факт, что он там умер бы, но, скорее всего, умер бы. Франц болеет за ПБ. Он уверен в успехе ПБ. Ну, что ж, приятно, что появляются какие-то, можно сказать, болельщики даже этой команды. У Тинкера стальные шары. Да нет, у Тинкера выхода просто не было. Он ничего такого героического не сделал. Просто у него был выбор. Либо он даёт лазер и выживает, либо он... ничего не даёт и умирает. Поехали. Продолжается игра, 3-0 по-прежнему. Ну, пока что преимущество только по опыту большое у Радиентов. Ну, как большое? Действительно большое. За 5 минут 3к опыта выиграет. Это сильно. Не будем забывать, что у Квантиков есть Морф и есть Мишка. Также не будем забывать про Ликана. Кстати, Куру пора бы уже апнуть, мне кажется. Шестая минута игры. Саппорты что-то спят. Лишака находит. Вульф. Биг Бэт Вульф. Уходит Ликан в лес. Морф на фрифарме, на полнейшем. Что-то закупил себе. Передал. Бутсу Фэлвинскин. Сапогом это назвать сложно, но... Тап. Тает, настигает Лишака. Кажется, Лишак умер. Минус Лишрак. Ультайт Хантера. Очень хороший. И сейчас Смэш даст двоих. Великолепный Смэш. Мишку чуть-чуть не добивают. И сейчас может умереть. Нет, Снэйкинг выживает. И Бэйн выживает. Как же они чувствуют, когда стоит лезть под вышку, а когда стоит развернуться. Пэйнта отпустили, но еще 2 кила забрали. Да, это очень плохо. Ну просто, когда герои... Ботом-ботом выходят на Кристал Мейден, стоящую под вышкой, у которой есть Нова, у которой есть Фростбайт, но главным образом Нова. Ведь выходить на Кристал Мейден очень тяжело обычно. Ты получаешь новую, и тебе сразу очень больно. Но как-то вырвался вперед Лишрак, и Кристал Мейден сама только 2 уровня. Это, конечно, очень мало. Ей бы там побольше новую иметь. Я думаю, здесь нужно раскачивать будет именно Нова, вот в связи с этим, а не Фростбайт. Чтобы лучше харасить и не давать вот так вот залетать под вышку. А что же будет, когда Ликанка выйдет? А Ликану вообще... Глубоко пофигу на Нова. Вон в ульте пробегает спокойно ее. Да, Ликан будет через быструю медальку играть. Но есть 2 вида билдалей. Либо ты играешь через Владимир, и за счет этого лайфстилишь, там лучше тебе качать лес. Либо ты играешь через медальку, у тебя чуть больше реген, и ты быстрее убиваешь крипов за счет этой медальки. Волками. Что? Какой билд наиболее верный? Ну, наверное, оба по-своему хороши. И в Смоках идет Ганг. Причем Ганг очень неприятный. Бульба стоит. На миде Бульба чуть-чуть выходит. Поставили ему вард. Нет, нет, стоят. Где заканчивается вижен? Да, он... Нет, он не видел. Они в Смоках зашли, поставили вард. Но здесь есть уже. Кстати, тайды убивают. Отлично. Первый кел. Пришли саппортить Лондруиду. Почему они саппортят Лондруиду и не Марфу? А не Марфу. Да потому что у Марфа все и так хорошо. Смотрите, он стоит на сложной. Его здесь никто не трогает абсолютно. И вот в этом, мне кажется, может быть ошибка. Все вроде так неплохо исполняют по задумке ПБ сейчас. Но они отпустили Корока. Может быть... Инвокер убивает Энигбу. Лол. Я даже не заметил. Может быть, Марфа отпускать это не такая большая ошибка. Но отпускать Марфа, на котором играет Корок, это... Нужно знать, что делаешь. Так, Энигма сюда идет. Здесь опасный... Морф потратил вейв. Ой-ой-ой. Его сейчас могут не отпустить. Малифайсом дотянется Энигма или нет? Пока что не дотягивается. Нет, не сможет ничего сделать. У него обычный сапог. У Марфа ПТ. Молодец. Ой, хорош. Вот это стэк. Сочно. Ну, это нормально, ребят. Такое периодически происходит. Мисклики. Никто от этого не застрахован. Возможно, я не знаю, кошка прыгнула там... Снейкингу на плечо в этот момент дома. Или внезапно вошла девушка... Блэкхол. Морфа. Не заюзать перекачку под Блэкхолом. Но он спокойненько уйдет. Ой, красавчик. За ним бежит, правда. Сейчас Ликан. Но Ликан его не догонит. И сюда же Бэйн подтянулся поздно. Вот подтянулся Бэйн бы раньше, было бы лучше. Так, использует фласку спокойно. Ну и возвращается. Ну, может быть, и голая, я не знаю. Корок на фрифарме, на полном абсолютно. У него 80 скрипов уже. Да, к 11 минуте 80 скрипов. Это солидный результат. Практически 100%. Ну, правда, он фармил лес, поэтому нельзя сказать, что он там на линии все убивал. Но в любом случае, 80 скрипов, 11 минут игры, это очень-очень хорошо. Тинкер телетапов, морф фармит. Морф будет играть через госсептер, я убежден в этом, потому что против Ликана на линии, это отличная тема, она ему поможет. Ну и Бульба раскачивается у себя на линии, чуть-чуть поднимает уровень. Будет играть через Векс, и опять же здесь это правильно. Играть через Санстрайк, когда тебя вот так вот давят, это как-то глупо. Ой, в Семочку заходит, дает хорошую новую, но умирает. Лешрак, не туда, а стан. Инвокер уже здесь, и бегут сквозь машины. Поднимает инвокер двоих, очень неплохо. Привязывают Тайтхантера, минус Тайт. Малифайс, ой, какие машины неприятные. Инвокер, инвокер. Ставит ЕМП и умирает. Ну, очень неплохой ЕМП. Тинкер сейчас может мишка загрызать. Тинкер загрызает мишку. У мишки остается после смерти его питомца 30 хп. 30. Морф возвращается к Ликану. Здравствуй, мой дорогой дружок. Ликан даже под ультом может не уйти. Ох, Ликана вынуждает отступить. Как классно, Морф ушел. Видимо, ушел на ТП, вернулся на Репликейт. И вынудил Ликана сейчас отступить. Ну, Квантики вернулись в игру, и все у них более-менее получается. Вот как раз то, о чем шла речь. Сейчас вылезли на Матрима, очень неплохо, казалось бы. Но он дал одну нову, уже очень тяжело. Отступать из-под этой вышки. Ой, это... Это все непросто. Принес себе госсептер. Нет, а теперь Сиверенс через Линку будет играть. Не хочет убивать. Ой, ракеты. Ракета не попал. Ну, и как мы видим, уже ситуация... Она как бы не то, чтобы выровнялась, но чуть-чуть выровнялась, учитывая, что прошло некоторое время. Нормально все, Квантиков. И опять стоит Матрим под вышкой, и опять сюда... Ну, сюда сейчас можно зайти, тут соло Сэм. Он понимает, это он отступает, и будет сливать вышку. Драться здесь нету никаких вообще вариантов. Что у Медвед? Турбо веном, сапог, фейзы, все. Пошел фармить на Радик. Ну, а Ликан ничего не может сделать с Морфом. Он, кстати, решил все-таки собрать себе ПТ, потом собрать Базилу. Медаль он не дофармил, будет фармить Радианс. Ой, Радианс. Владимир. Радианс будет фармить Медведка. Хорошо ставит сейчас Сентри Вард. Вот боятся выходить, и Мишка бежит. Это Лишрак со включенным Диаболиком. И исчезает Вард. Обсервер Вард, и теперь этим Сентриом не увидит, что здесь наверху. Сбить будет не так просто. Так, а что у нас с Морфом? Морф на Миде оказался внезапно. Выжигает ману Инвокер. Тинкер пушит Медведа. Медведу тяжеловато здесь фармить. Но ничего, Тинкер вышку вряд ли все равно прожмет. Медведь отступит сейчас в лес, и потом вернется на линию. Будет фармить на линии. Тинкер дает ракеты в Орфу. Так, Морф ушел. Уходит в Репликейт. Да, который практически на мейне. Ну и что? Вышку на Миде тоже могут сейчас отдать. Есть Ката. Есть ли Энигма рядышком? Есть Энигма, можно Идалончиков сделать. Пока она этого не делает. А вот у нее есть Идалончики. Господи. Кулдаун же. Ну и забирает вторую вышку. Фортификейшн. Чтобы чуть подольше она подержалась. Это вторая вышка. Сейчас пошел вверх график по золоту. Но это две вышки и только. Здесь нет никакого такого прям. Игрового большого преимущества. Две вышки убрали. Преимущество получили. Ой, Морф. У Морфа нет Репликейта. Его могут найти. Его находят. Он дает вейв. Есть же Тайдхантер. У него есть ультимейт. И Энигма с Блэкхоллом. Я боюсь, что Морф не уйдет отсюда. Никуда уже. Минус Морф. Блэкхолл зря потратила. Но уже неплохо. Поднимает Инвокер. Воздух неплохо. Лишак ставит. Стан. Минус Тайд. Минус вся мана у Тайда. О, Инвокера ловят. Очень неприятно ловит его Бейн. Подходит СМ. Очень вовремя использует барабаны. Мишка. Нет, не Мишка. У Инвокера барабаны. Ликана сгрызли. Бежит дальше, медведь. Будет копать. Копай. Хорош. С первого удара прикопка. Минус два. Не стоит потом ботом забываться и залезать вот так вот под вышки против СМ, против Лишака, Инвокера. Это не та ситуация, где можно себе это позволить. Ну а Морф возвращается. Перекачивается. Один раз его убили. Ну сколько в него прожали? Да, они убили Морфа, но они потратили ульт Тайтхантера, ульт Энигмы. Ульт Бен, конечно, не потратили. Заходит на Рошана и очень вовремя заходит. Здесь их никто не видит. Да, это минус Рошан. Не успеет туда ни Ликан, ни кто-либо другой. Тинкер, конечно, сейчас будет пробовать. Да, он ставит машину, но уже минус Рошан. Лишак уходит без ХП. Морф Саегисон. Тинкер бежит на Хасте. Да, здравствуйте. Лазар у медведя. Вызывает медведя нового. Вступает под вышку. Нужна здесь помощь. А, хотя нет, мне нужна помощь. Есть же еще Тир-1 вышка. Как важно. Вот посмотрите. Сейчас бы не было Тир-1 вышки, могли бы напасть на Тир-2. А здесь на Тир-2 вообще никак не попадешь. Она неуязвима. Стример просвети нас. Что за нубы играет? Ну, слева, то есть за Радиант играет команда, которая обыграла IG и Na'Vi за последние пару дней. Ну, а сверху играет команда, которая тех же Na'Vi уделала и... В общем-то... Что еще про них-то сказать такое? Ну, хорош я, в общем, команда играю. Хороший стун! Лишак дает ультимейт! Но Тайд, наверное, отсюда не уйдет. Фрустбайт. Фрустбайт на Тайда. Барабан от Инвокера опять. Инвокер хочет догонять. Он не хочет. Я Инвокер. Я хочу догонять. Правильное решение. Доставили так откидаться. И там со спины Морф заходит. Упс! Есть ли Адаптив Страйк? Сбивает. Красава. Ну, еще кто-нибудь здесь есть или нет? В сон кладут. Бежит Инвокер. Есть ветра. Дает ветра. По-двоим попадает. Шикарно. Олд снэп. Хорошо. В Энигму. Энигма. Минус. Морф идет дальше. Теперь за Тинкером. У Тинкера нету маны вообще. Бэйн убирает. Лишь рака. Ничего себе. Емп. Бэйн. Маны нету. Минус Бэйн. Здесь уже тает. Тинкер использует Солу Ринку. Летает. Ну, а Мишка. Мишка долбит Таур. Против Ликана. Вот как раз Мишка против Ликана. Приходит на линию. Это очень интересно. Но у Ликана есть медалька. Да, и медалька это еще очень хорошая тема против Медведя. Его быстро под медалькой можно разорвать. Что очень неприятно. Так. Морф ставит репликейт. Репликейт чуть было не умирает. Нужно отвести репликейт Морфу. Да, отводит. Ну и все. Можно уходить подоводом. Кстати, у него есть еще и Аегис. Ну и Коррк уже начинает порабощать. У него 124 крипа. И уже он какую-то активность начинает проявлять. То есть не только фармит, но и помогает команде. Это и понятно, потому что фармить сейчас должен Мишка. Если будут втроем против пятерых играть, будет тяжело. Морф забирает всех крипов. У Тайда худ. Достаточно ранний. Морф уходит на верхнюю линию. Вот она, мобильность Морфа. Ликан 95 крипов. Отстает, конечно. Ну и Мишка. У Мишки крипов поменьше, но... У него 3000. 20 минут игры прошло. У него 3000. У него есть необходимое все для того, чтобы собирать дальше только радианс. И на что не отвлекаться. И, в общем-то, он это и делает. Морфа неприятно побили. Он использует бутылочку еще. Да, и с Ликаном уже по ХП не поменяешься, как только у него появился Владимир. Так, бежит медведь. За Бэйном. Бэйн уходит. Ой-ой-ой. Включая тульт, Ликан. Только так. Все-таки Морф умудрился как-то разменяться с Ликаном по ХП выгодно. Так что Ликан даже под Владимиром не мог от него отхиливаться. Мишка. Сон. Сейчас закончится сон у Мишки. И блинкует его обратно. Морф убивает Ликана все-таки. Как же так? Где вообще? Как он сюда вернулся? Зачем он сюда вернулся? Да, у Квантиков с каждой минутой игры все больше и больше шансов. С таким пиком и с такими исполнителями. Все у них очень-очень неплохо смотрится. Медведь побежал. Ой, как ловит неприятно. Ракеты медведь под машинами танкует. Это не то, что нужно. Еще стэк машины. Смотрите, у медведь чуть не умирает. У него 90 хп остается. Та-та-та. Морфлинг уже с линкой. И вот теперь будет против него гораздо тяжелее. На него не будет действовать лазер или сон, смотря что на него первый будет кидать. Придется что-то дополнительно ему откидывать. Так, тинкера находят. Ставит ЕМП. Взрывают. Малифайс не работает. Ликан бежит. Минус кристалл Мейден. Ой, как здорово. Все. Дайтхантер ультует. Морфа нужно убивать. Блэкхолл отличный. Морф, Аегис. Ульт. Минус инвокер. Ну и Морф остается один. Уходит он. Да, вот это не то, что нужно было сейчас нападать на этого тинкера. Плохая была позиция. И из-за этого, в общем-то, был замес проигран. Дрались под машинами. Минус 4. И сейчас отличный шанс для ПВ закончить игру. Но не закончить, получить большое преимущество. Нужно бить вышку. Есть все для этого. Ликан будет кастовать Ховл. Морф подходит. Прекачивается. Ховл пошел. Вышка, наверное, не выстоит. Медведь. Еще очень долгое время будет в алтаре. И инвокер еще дольше. Это минус бараки. Да, какая ошибка. Тинкер убивает СМ-ку. Ракетами. Вот так вот погнались за тинкером. Немножко неаккуратно выстроили свою оборону. Вот когда ты так обороняешься под своей вышкой, очень аккуратно надо быть. Потому что если ошибется противник, ну да, ты его там даже 5 в 0 убьешь. Но максимум, что ты сможешь сделать, это там толкнуть крипов, может быть где-то забрать вышку. В всяком случае в данной стадии игры. Когда ты ошибаешься под своей вышкой, противник тебе ломает сторону. И теперь уже у потом-ботом все хорошо. Они сломали сторону, они будут играть от этого. Будет гораздо меньше фарма, гораздо меньше золота за крипов. На нижней стороне. Вот, конечно, пока фармит, но это еще большие, маленькие крипы, по-моему. А вот это уже идут большие. Тайд на хосте. Не досидели до радианса. Вот сейчас нужно досидеть до радианса и с ним выходить. В принципе, все более-менее будет. Инвокер. Почти раскачал векс на максимум. Заходит к Бэйну. Здравствуйте, гражданин Бэйн. Поднимает воздух. Ставит ЕМП. Минус почти вся мана. Хорошо. Это было очень хорошо. Еще можно дальше цеплять. Нет, машины. На машины не полезут. Нишка фармит. Ну и Лекан. Лекан 2500. И скоро БКБ. Вот такая вот сборка, которая в паблике, в том же, более популярна. Не Некрачи, а как раз-таки ПТ, Медалька, Владимир и БКБ. Потом уже что-то на урон. Кирасу, наверное. 4000 мишек. Покупает Сакрот. Ну вот эта нижняя линия, она теперь покоя не давать будет. Очень неприятно играть. Ну, по поводу Тинкера здесь, да, они его не видели, но его правильно попал в него инвокер. Хорошо. И, в общем-то, если там был один Тинкер, они бы, конечно, его забирали. Даже Тинкер с Энигмой ничего бы сделать было нельзя, потому что попали под ЕМП. Но за кадром остался такой момент... Так, кстати, Тинкера убивают. Неплохо. За кадром остался такой момент. СМ была здесь. Ее поймали Тайт с Бэйном. Причем Бэйну даже не нужно было ультить. Они ее убили. Это уже минус СМ. Дальше пошли по цепочке. Тайт неплохо ультанул. И Бэйн зацепил инвокера уже за вышкой. Вот и то, что зацепили инвокера, это было критично. Так бы инвокер мог откидаться там. Какой-нибудь метеор пустить, ветра, ЕМП поставить, как-то задержать. Да, последний барак тут падает. Но с этим уже ничего не сделал, да и вообще-то не так важно. Просто этот барак, он... Рейнджовой неприятно, конечно. Но Кату не успеют разбить. Нет, нет, не успеют разбить Кату. Последний выстрел. Бред, последний выстрел. Падает последний барак. Да, наверное, сейчас продавят ПБ. Ну... Это вот Ликан еще собирается через БКБ. А если бы он сейчас собрался через Некрачей, они бы точно продавили. Да они и так на это продают. Видите, не отходят. Не дают нафармить. Это мне напоминает одну игру из Доты 1. Очень сильно. Там не совсем все так было, но там тоже Ликан против Лондруида. И там сломали две стороны. Лон как раз в этот момент каким-то чудом нафармил себе Радик. Вот как сейчас примерно. Вышел и по центру снесли. Мы просто вышли и из двух сторон сломали целиком мид. Наверное, уже очень много раз эту игру упоминал. Для тех, кто смотрит мейстримы. Часто. Я, к сожалению, никак не могу найти ее. Потому что не помню, где я ее смотрел. Пошли машины. Теперь будет чуть-чуть полегче отбиваться. Ну чуть-чуть. Самое мало. Да, видите, всех хрипов убили. Инвокер. Раскастовывается. Вверх все поднимает. Да, неплохо. И самое приятное, что машины не дымажат здание. Иначе было бы очень больно. Мишка теряет много хп. Нужно отходить ему на фонтан. А хотя есть новый, в принципе, не так страшно. И Корок. Обратите внимание, Корок. Пользуясь тем, что отошли. Он в любой момент может вернуться, но он кушает линию. Сейчас нужно депить. Нужно депить этот барак. Портификэйшн. Стан. БКБ. Ликан. БКБ начинает грызть барак. Пошел ультить. Это минус барак. Да, БКБ шикарно работает. Минус мишка. Новый мишка вызывает. Где Ликан? Ну что, уже убежал? С ума сойти. Смотрите, как неплохо можно БКБ использовать. Можно использовать его не только для драки, а для того, чтобы снести барак. Да, это минус две стороны. И очень тяжело будет сейчас Квантиком. Хотя шансы на победу у них все еще есть. Но они очень маленькие. Просто их все шансы все больше и больше сводятся к тому, что нужно идти и ломать мид. Все. Больше никак здесь не выиграть. Потому что Тинкер все время будет контролить, летать, пушить эти линии, которые сами по себе будут давиться неплохо. Остальные там будут идти по третьей линии. В итоге пока пойдут в лоб, пока они снесут все эти вышки, пока дойдут до бараков, там уже будут мега-крипы. Это если БКБ не сделают ошибки и не начнут дефить в лоб. Но даже если они сделают ошибку и начнут дефить в лоб, они все равно могут разобрать Квантиков в данной ситуации. Как было уже не один раз за эту игру. Силджи инфьюзит. К сожалению, у нас Силджи инфьюзит. Нельзя посмотреть. Ну, либо в Дота ТВ. На ProDota, наверное. ProDota2.ru. Ой, ProDota2.ru. ProDota2.com. Зайти, посмотреть, что там. Честно говоря, не знаю, кто кастил. Ну, кто-то точно кастил. Ну, точно инфы нет, поэтому не буду врать. Ликан забирает ДД. Да, сейчас, конечно, Ликан посильнее выглядит. Но, опять же, драки мы не видим никакой. Просто идет пуш бараков. С другой стороны, имели бы шансы Квантики сейчас как-то взять и не дать запушить, и просто выйти убить, они бы это сделали. Но не могут они этого сделать. Они не могут вылететь на Энигму, на Бэйна, на машины Тинкера. И сейчас смог ответный. Вот он, второй Рошан. Бегут волки. Ой, сейчас можно на ХГ поймать. Нет, не пошли через ХГ. Так, видят Тинкера. Должны понимать, что на Рошане... Ну, Кристал Мейден должна давать новую, светить, что там происходит. И должны не давать. Рошана сейчас отдавать нельзя, потому что если отдадут Ликану Рошана, это вообще будет очень плохо. Ветра подают Бэйна. Ой, Мишка там получает порцию урона. Эти Мишки еще нужно подождать. ЕМП. Так, у Ликана нету маны. Это приятно. Но есть еще там Тинкер, и у Тинкера много маны. Мишку могут разорвать. Медалька. Минусует Медведя. Да, и там именно минус 0 у Медведя. Там Дадли, по-моему, 100 золота. В любом случае вынужден вызывать нового. Но сейчас отгонят, отгонят. У Ликана нету маны, у него там только на ульт. И хотя, в принципе, вот Арканы, и уже все, есть мана. Тинкер прилетел обратно. Самая печаль, что Мид-то не отпушить. Все равно тут большие крипы, они будут все время давить. Тинкер все время сможет сделать ТП. Да, квантики, конечно, себя загнали. Ой, хорошо, ЕМП отличное будет. Ульта от Хантера. Лешрака в одного. Лешрак там еще нажжет очень много. Ну, не так уж много, но нажег что-то. Лешрак выкупается, бежит обратно. Ликан в БКБ, минусует Кристал Мейден. Бежит за Медведем. Ой, Медведь. Морф. Килинг Спри. Все, Ликан отступает. Инвокер выталкивает себя. Забирает его Тинкер машинами. И Нигму жжет Мишка. Но Мишка не может бить, пока его друид находится далеко. И Морф. Морф тоже далеко. Два в один размен. А теперь еще и сейчас убьют Мишку. И даже если не убьют, заходят на Рошана. Гиперстоун у Ликана. Какой же классный Ликан получился. Вообще, прямо... Вот как раз-таки такой получился Ликан, которого все и боятся. Да, ГГ пишут, Квантики. Вот он, Ликан. Вроде бы как бы ничего от него не было. Но что там было от Ликана? Что он, выиграл линию? Нет, он от Морфа умирал. Много нафармил? Да не так уж много он нафармил. 140 крипов. У Тинкера больше. У Морфа чуть ли не в два раза больше. Но вышел и убил. Ждем вторую игру. Пока что ПБ продолжают выигрывать. И уже три победы к ряду у них. Сегодня. Две над Нави, одна над Квантиками. И еще ему нужна одна над Квантиками, как минимум. В двух картах. Там Тинкер, а не Ликан. Ну это как сказать? Тинкер, он да, он пушил. Но он пушил крипов и не давал подойти героям. А Бараки бил именно Ликан больнее всего. Тинкер же не бьет Бараки машинами и здания вообще. Что ж, первая игра закончилась.